Антимонопольная служба Чувашии подвела итоги за первый квартал 2014 года. За три месяца в управление поступило 204 заявления о нарушениях антимонопольного законодательства. После тщательных проверок было возбуждено более 30 дел. В Новочебоксарске несколько лет бюджетное учреждение неправомерно взымало плату за выдачу разрешений на землеустроительные работы и за присвоение адресов номеров объектам недвижимости. Антимонопольная служба обратила внимание на незаконность действий учреждения. В законе нигде не сказано, что эти действия органы местного управления должны осуществлять заплату. Соответственно, это определенное административное бремя, административный барьер для предпринимателей, который устанавливали городские власти для того, чтобы обеспечить незаконный доход для бюджетного учреждения. А вырученные средства пополняли даже не бюджет города, а карман созданного учреждения. Сейчас по предписанию антимонопольной службы все решения отменены. Перестали взимать плату за выдачу разрешений на землеустроительные работы. И более того, те, кто до этого платил за подобные услуги, сейчас могут вернуть свои деньги в судебном порядке. Среди нарушителей антимонопольного законодательства руководители муниципалитетов встречаются нередко. Так, по данным УФАС по Чувашии, в Урмарском районе земельный участок был предоставлен предпринимателю для строительства киоска, а бизнесмен решил возвести капитальное строение. Таким образом, произошло нарушение прав других предпринимателей, которые тоже могли претендовать на этот участок. Создание преимуществ отдельным предпринимателям с нарушением публичного порядка предоставления земельных участков нарушают конкурентную среду. Всего же в первом квартале 2014 года к административной ответственности привлечены 18 физических и юридических лиц. Они оштрафованы на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Среди нарушителей в УФАС числятся и должностные лица органов власти. Они тоже пополнили бюджет на 180 тысяч рублей.